Здравствуйте! В эфире «Свое дело». Это программа о малом бизнесе Самарской области. Мы говорим о том, как реализовать свою идею в жизни и при этом добиться успеха. Не секрет, что в жизни любого предпринимателя самообразование играет важнейшую роль. Чтобы развивать бизнес, нужно прежде всего развиваться самому. Ведь любые свои начинания двигаешь самостоятельно. Получается, в бизнесе нельзя оставаться узким специалистом. Приходится освоить много профилей. И в этой ситуации большой помощью играют обучающие семинары, где разные специалисты помогают предпринимателям освоить ту или иную область знаний. При помощи таких встреч вы всегда остаетесь в курсе событий и новых изменений в части российского законодательства. Кроме этого, по окончанию лекции вы всегда можете подойти с личным вопросом к эксперту, и он подскажет вам, как поступить в конкретной ситуации. Конечно, люди могут обратиться с вопросами. Я постараюсь на этот вопрос ответить. Ну, то есть, в тех условиях той квалификации, которой я обладаю. И, соответственно, людям будет роздан раздаточный материал, который позволит им, ну, какой-то период времени, может быть, его прочитать, ознакомиться, какие-то подробности узнать. В Самарской области каждую неделю проходят бесплатные обучающие семинары для представителей малого и среднего бизнеса. Это один из множества других способов поддержки предпринимателей Министерством экономического развития Самарской области. Все, что требуется от участника мероприятия, это лишь ранняя регистрация. Мероприятие предназначено для представителей субъектов малого предпринимательства Самарской области и города Самара. Сегодня у нас тема налоговой проверки, то есть проверки, проводимые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в отношении данных субъектов предпринимательской деятельности. Цель наша состоит в том, чтобы ознакомить их, то есть представителей предпринимательских структур, с теми правами, которые они имеют в ходе осуществления налоговой проверки, и с теми обязанностями, которые они обязаны нести, как налогоплательщики. Тема достаточно специфичная, интересная для руководителей организаций, финансистов и лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность. В перерывах между основной лекцией все участники имеют возможность задать дополнительные вопросы эксперту. Занимаясь торговой деятельностью, в свете последних изменений из законодательства Российской Федерации, решил пополнить багаж своих знаний. Атмосфера благоприятствует. Организуют бесплатные семинары фонд региональный центр развития предпринимательства. Каждую неделю затрагивают абсолютно разные актуальные темы. Подробнее о предстоящих встречах вы можете узнать на сайте фонда www.fond-samara.com В прошлом выпуске мы говорили на тему банкротства физических лиц или индивидуальных предпринимателей. Сегодня продолжаем беседу. На все вопросы отвечает кандидат юридических наук Анна Розенцвайк. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, куда должен обратиться гражданин или индивидуальный предприниматель за признанием себя банкротом? Для того, чтобы обратиться за признанием гражданина и индивидуального предпринимателя банкротом, необходимо обратиться в арбитражный суд по месту регистрации соответствующего лица. Правом на такое обращение обладает как сам гражданин-должник, либо индивидуальный предприниматель, так и конкурсный кредитор, так и уполномоченный орган. Какие документы требуются для предоставления в арбитражный суд? На самом деле и гражданин, и индивидуальный предприниматель, они должны иметь в виду, что пакет документов, он достаточно объемен. Начинать нужно, естественно, с документации, которая подтверждает основание возникновения требований. Отмечу, что размер таких требований должен быть 500 тысяч рублей, от 500 тысяч рублей. И срок их неисполнения должен превышать 3 месяца на момент обращения в суд. Помимо этого, требуется представить списки, в которых будет указано, кто является кредиторами, дебиторами должника. Эти списки составляются в соответствии с установленной формой Министерством экономического развития, которая утверждена 5 августа 2015 года, с соответствующим приказом. Помимо этого, требуется сделать опись всего имущества, также по соответствующей форме, приложить документ, подтверждающий наличие статуса индивидуального предпринимателя, выписка или отсутствие такого статуса. Нужно иметь в виду, что такой документ должен быть взят из соответствующих органов не позднее 5 дней до обращения в арбитражный суд. Помимо этого, требуется представить документы, подтверждающие также право собственности на имущество, которое имеет должник, документы, подтверждающие наличие несовершеннолетних детей, также свидетельство о браке, о заключении брака, о расторжении брака, если брак был расторгнут в течение 3 лет до момента подачи заявления о банкротстве и многие другие документы. Каким образом этот пакет документов можно изучить более подробно? Перечень документов установлен федеральным законом о несостоятельности банкротства. В частности, это как раз-таки новая глава, 10-я, которая вступила в силу с 1 октября. В каких случаях может быть инициирована процедура банкротства? Граждане и индивидуальные предприниматели обязаны обратиться в арбитражный суд с подобным заявлением, если у них размер неисполненных обязательств превышает 500 тысяч рублей в течение 30 рабочих дней с момента, когда они узнали или должны были узнать о невозможности исполнения таких требований. И помимо этого, у них есть право на обращение в суд в случае, если они осознают то, что не способны выполнить требования, если они отвечают признакам неплатежеспособности либо недостаточное имущество для удовлетворения соответствующих требований. Также конкурсный кредитор может обратиться при наличии таких же условий либо уполномоченный орган. А это вообще платная процедура? Дело в том, что при обращении в суд за признанием банкротом необходимо платить госпошлину, ее размер составляет 6 тысяч рублей. Но это еще не все. Дело в том, что здесь у нас возникает фигура финансового управляющего. И, естественно, его услуги также должны быть оплачены. И размер достаточно велик. Прежде всего, эти услуги оплачиваются в размере твердой денежной суммы. Это 10 тысяч рублей за каждую процедуру. И в дальнейшем это 2% от стоимости реализованного имущества, от вырученных средств. Скажите, что из себя представляет должность финансового управляющего? Финансовый управляющий – это лицо, которое назначается судом из числа арбитражных управляющих для ведения соответствующего дела. Разные у него функции на разных этапах. К нему предъявляются такие же требования, как и арбитражный управляющий. Более того, лицо, которое обращается за признанием банкротом в праве предложить кандидатуру финансового управляющего, его утверждает арбитражный суд. И финансовый управляющий уже осуществляет действия на одной стадии, к примеру, по выявлению имущества, на другой стадии по реализации имущества и по расчетам с кредиторами. Анна, я благодарю вас за интересную беседу. В следующем выпуске мы обязательно ее продолжим. Внимание! Под эгидой федеральной программы «Ты – предприниматель» в Самарской области стартует региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2015». Участие в нем могут принять все действующие предприниматели в возрасте до 30 лет включительно. Обязательно наличие юридического лица. Конкурс направлен на поддержку и развитие молодежного бизнеса. Его основная цель – рассказать о самых успешных проектах и поощрить их достижения. Заявку на участие в конкурсе можно подать уже сейчас, направив на почту infosobaka.molpred63.ru с пометкой «Участие в МПР». В письме нужно указать номинацию, на которую претендует участник, а также контактную информацию о себе. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, а также молодежное правительство Самарской области организует третью ежегодную областную научно-практическую конференцию студентов и аспирантов «Будущее экономики Самарской области. Взгляд молодежи». Целью проведения конференции является привлечение молодых экономистов к решению наиболее значимых проблем региональной экономики, банковского сектора и предприятий Самарской области. Заявки на участие принимаются в электронном виде по адресу conf-merit-sobaka-mail.ru до 26 ноября 2015 года. В теме письма необходимо указать наименование секции, к которой относится работа.